и снова здравствуй дорогие друзья вы на канале автодом дом на колесах за кадром снова александр епифанцев сегодня в обзоре у нас альтернатива или аналог или конкурент в общем прицепом adria aviva 360 декам который полюбился в россии за свою легкость 750 килограмм и в принципе невысокую цену правда сейчас конечно все как-то дорожает стремительно в общем в данном случае у нас вайнсберг кара 400 lk вот полный собрат по планировке adria aviva 360 декам значит смотрите в чем здесь разница вот у авивы точно нет вот этой двери она у нее есть но с противоположной стороны мне кажется таки когда здесь две все-таки удобнее ты и тут открываешь да и там открываешь дверь вокруг ходить тебе не нужно кровать также как у авиву здесь будет трансформироваться то есть нижнюю полку можно будет поднять и перевести здесь какой-то такой не тяжелый но габаритный груз может велосипеды поставить вот мы помним да что зад прицепа перегружать нельзя значит но внизу любом случае остается еще багажное отделение для всяких вещей чемоданов довольно таки это не дешевая систему вот запирания здесь одной рукой открываешь закрываешь все это в авиве по моему там два замочка внизу и вверху но это не точно вот в передней части помним да у авивы была такая крутая штука как кронштейн для крепления двух четырех ящиков с обеих сторон вокруг баллонов здесь крепятся контейнеры из икеи здесь такого нету но это все дорабатывается на ваш вкус вот еще была крутая фишку авива конечно этот крышка на которой уже внутри натянуты и веревки для сушки белья предположительным а так в целом отсек наверно здесь даже побольше будет вот но вот у один он как-то более функционал функционально что ли нагружен всякими полезными опциями здесь это все нужно будет как-то дорабатывать под себя значит и прицепное устройство в данном случае knot вот адрес мы помним было алка ну что же давайте попробуем заглянуть внутрь значит массу сразу смотрим цена 14000 покупки и масса 890 килограмм это сухая вот 956 получается максимально 1350 это вот уже там нагрузка которая которая максимально может быть в прицепе 954 то есть если у вас автомобиль до двух тонн в принципе можете ездить без категории б смотрите в авиве всегда дверь разделяется почему-то здесь такого нет прошу обратить ваше внимание красивая дверца но тут и ведерко мусорного нет смотрите вот это вот я думаю никак не заменяет совсем другое общем ну в общем красиво но не очень функционально я бы так сказал потому что честно говоря половинку иногда хочется открыть вот то есть не всю дверь стоишь там в трусах допустим до половинку открыл и общаешься с людьми значит ну давайте значит заходим внутрь кровати здесь конечно оформлены поинтереснее чем в авиве вот такой бортик тут импровизированные как лесенка уже уже встроены и там нужно подставлять потом какой-то прятать вот он тут есть и есть принципе и по ним по ней залез и лег спать не нужно никого не мешает в проходе так ну и конечно декор какой-то поинтереснее все и сама отделка фасадов все тут будет немножко на голову повыше по сравнению сами вы давайте посмотрим как отделана душевая комната в авиве там все пластиковое полностью полностью все пластиковое здесь ведь все таки под дерево сделаны шкафы соответственно нужно обязательно пользоваться шторка когда моетесь чтобы лишний раз это не мочить а так собственно размер душевой комнаты здесь немножко побольше чуточку побольше но просто в ловила на вот этого корба нету и раковина все-таки немножко покороче будет вот и там совсем у него скромный ящичек здесь вот это большое окно и люк в общем все все вот трамот плюс в плюс идет значит дальше на мой взгляд вот визуально гостиная тоже здесь побольше будет все но все-таки здесь индекс 400 наверное что то не здесь придумали такое точно больше места здесь для спального места для посиделок чем все это превращается в спальню довольно таки приличного размера значит и у авивы в основном были маленькие такие пеналы там в передней части они сюда не выходили так далеко смотрите насколько в их выдаются вперед вот эти большие подвесные ящики дайте загляну внутрь слушайте он огромный просто сюда можно сложить даже белье постельные наверно для этого они предназначены вот варили честно говоря это все не продумано не как там некуда это все складывать значит здесь белье можно сложить одежду здесь еще открытые полки ну слушайте ну тут и цена конечно побольше не знаю процентов на 30 если не больше вот мы кухня тоже сделано очень качественно несмотря на что на то что это не кнаус а бюджетное подразделение вайнсберг тем не менее здесь все найти на таком высоком уровне холодильник тоже крутой смотрите дометик новая модель вот так просто работает от газа 220 12 вольт такой полный функционал в общем да друзья ну при наличии денег конечно извините конечно меня коллеги мои а для вилла конечно курит нервы в сторонке ну как в сторонке она будет выигрывать чисто по цене если у кого-то не будет хватать на вайнсберг то он купит а его точно а у кого немножко есть запасик то возьмет точно вайнсберг или ему подобное значит и отоплением трума с с распределением с раздувкой воздуха уже в адрес тоже а вила этого не было нужно заказывать дополнительный пакет в общем тут все ребят сделано так чтобы ну грубо говоря тут не сильно старались влезть до в категорию до 700 750 килограмм поэтому и получилось красивее получилось богаче и интереснее так что если сильно не переживаете за вес вот просто такой вот симпатичный вайнсберг если понравился прицеп контакты в описании к видео попробуем вам помочь с приобретением обращайтесь до новых встреч спасибо за просмотр пока